В течение трёх дней в Белогроде на территории детского оздоровительного лагеря «Берёзка» был слышен гул моторов и музыка. Здесь в 13-й раз проходил байк-фестиваль. В этом году участие в нём приняли около 10 тысяч человек. Это были как белорусские байкеры, так и гости из России, Польши, Латвии, Литвы, Франции, Киргизии и Нидерландов. В субботу колонны они из Белогроды направились в Лиду, где проехались по проспекту Победы и улицам Ленинской и Коммунистической, доставив горожанам массу эмоций. Колонна растянулась на несколько километров. С одной точки её можно было наблюдать в течение 20 минут. Каких только байков не было – от мощных современных до раритетных. Из Лиды участники байк-фестиваля направились к месту дислокации – в Белогроду, где и проходили основные мероприятия. В программе, как и всегда, было много различных конкурсов, в их числе конкурсы по метанию мотора, армрестлингу и на лучшую аэрографию. Зрелищным были показательные выступления чемпиона Беларуси по мотокроссу Артёма Кунцевича. Это действо вызвало восхищение у всех. Среди участников байк-фестиваля были как постоянные его участники, так и новички. Менчанин Матвей Волчик впервые на таком мероприятии, но впечатлений получил достаточно и в следующем году собирается вновь приехать на Личину. Мне очень понравилось, я был здесь впервые. Мне понравилась эта атмосфера, концерты и программа тоже очень сильно понравилась. Ну, это для байкеров, это очень такое, наверное, очень большой интерес, особенно вот это шоу, когда мерили рык мотоциклов. Мне очень понравилось, очень атмосферно и очень шумно. Семейная пара из Гродно, Наталья и Николай Хилюта, на протяжении нескольких лет путешествуют на мотоцикле и посещают байк-фестивали. В советское время Николай был владельцем Явы, а когда вышел на пенсию, купил японский мотоцикл. На нем и приехал на Лицкий байк-фестиваль. Мне Лицкий байк-фестиваль всегда нравился, всегда здесь хорошая атмосфера, ребята такие дружные. Ну, они, в принципе, байкеры, такое движение, что они всегда все дружные, как говорится, всегда друг другу даже, что бы ни случилось, где помогут, там где-то подскажут. Даже если сам не получается мотоцикл починить, помогут, как говорится, такое. То в Лидии нравится мне что, что все очень организовано, очень отлично, на высшем уровне. Ну, хорошее развлечение, постоянно предоставляется, как бы, отличная кухня, гостеприимный прием. Управляет байком Николай. У его жены другая роль. Она отвечает за внешний вид, свой и мужа. Это отдых, это драйв, это крылья за спиной у меня лично, у мужа, конечно, своеобразное мужское отношение к этому, у меня, как у женщины. Я отдыхаю и чувствую надежно рядом с ним. И мне очень просто приятно, что мы вместе, как семья, имеем такую возможность разделить вот это замечательное его увлечение. Мне это нравится. Нравится быть на фестивалях, потому что здесь своеобразная атмосфера, интересные люди, новые встречи, это всегда интересно. Одним из лучших байк-фестивалей считает Лидский Антон Глухенький, поэтому и приезжает сюда постоянно. Один из лучших, я бы сказал, фестивалей, который проходит по республике. Мы ежегодно приезжаем сюда уже на протяжении моего времени в клубе. Я почти там 9 лет, и каждый год ездим на Лидский фестиваль. Очень он привлекает. А чем привлекает? Душевно. Очень много знакомых людей, очень хорошие группы выступают, интересные конкурсы. На байк-фестивале наша съемочная группа встретила коллегу, автора и ведущего программы «Четвертый регион» Павла Балейшеса. Кроме того, что он любит двухколесный транспорт и байк-фестиваль – это его стихия, Павел еще и снимал здесь один из выпусков своей программы. Лидский байк-фестиваль, я считаю, что это настоящий праздник не только для мотоциклистов, но и для всех наших личан. Ведь не каждый день на улицах нашего города можно встретить такое количество потрясающей мототехники и иностранцев, которые приезжают сюда к нам из ближнего и дальнего зарубежья. Я думаю, этот фестиваль, как и предыдущий, запомнится всем гостям этого праздника. Какой же байкер откажется от тяжеленького рока, да и еще на байк-фестивале? Музыка в «Березке» звучала отовсюду. Работали две сцены. На них выступили коллективы из Угродной, Сиповичей, Речицы, Минска, Москвы. Выходил на сцену и Лидский эстрадный оркестр. Несмотря на то, что нынешний байк-фестиваль 13-й, организаторы утверждают, что он прошел на ура. Удалось реализовать все, что задумывали. Лидский байк-фестиваль собрал несколько тысяч человек. Даже подсчитать невозможно. И это не только мотоциклисты из Белоруссии. Это мотоциклисты из ближнего и дальнего зарубежья. Просто-напросто масштаб фестиваля, я считаю, безграничен. Потому что даже из-за океана и то к нам приезжают. Так что фестиваль Лида – это круто. Лидский байк-фестиваль завершился, но не завершился пока мотосезон. Поэтому подобные мероприятия еще соберут любителей байков в других регионах Белоруссии. Последний такой в этом году запланирован на 13 и 14 сентября в Минске.